Все то, чем люди так восхищаются, все ради приобретения, чего они так волнуются и хлопочут, все это в конечном счете чаще всего не приносит им ни малейшего счастья. Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в том, чего они добиваются в своей жизни. Но только они получают желаемое, они опять начинают волноваться и сокрушаться о том, чего еще не добивались. Так, переключается сознание. Вроде бы уже добился этого, но надо дальше чего-то. Немедленно это происходит. И это очень понятно, потому что неудовлетворением своих мирских желаний достигается свобода человеческой жизни. Но наоборот, переключением себя от таких желаний. Желание — это та вещь, которая будет всегда в жизни человека существовать. Но если человек свои желания направляет туда, где бесконечно много можно получить, тогда он становится по-настоящему свободным и счастливым. Вот сколько я любви и радости могу получить в отношениях с вами на лекции? Есть грань какая-то? Предел есть, нет или нет? Да, имеется. Где он? Какой-то определенный уровень, наверное. Уровень предела, да, есть? Нет? Любви может быть больше, больше, больше. Бесконечный океан. Вы, наверное, позавидовали, да, сейчас? Чувствую, как-то так. Нет? Нормально? Я думаю, что я, может быть, и не смогу иметь такой любви, но вы сможете. Вы сможете однозначно. То есть в отношениях нет предела. Когда человек стремится к любви, он стремится к возвышенным вещам, нет предела в этом и все. Нет предела. Бесконечно много. Но когда человек начинает стремиться к тому, на что действует другая сила, есть две силы в этой жизни, тогда ограничитель вступает в силу. Смотрите. Веда объясняет, что в этом мире действуют два вида времени. Одно времени все возрастающее счастье дает время. Дает все возрастающее счастье. И люди чувствуют это время, что оно дает. Есть такое время. Все возрастающее счастье дает. А другое время заставляет человека страдать все больше и больше в жизни. Вот смотрите. Тело стареет каждую секунду. Но мы верим, что завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Вот. Но тело стареет каждую секунду. Чем больше стареет тело, тем меньше у него возможности быть счастливыми. Кушать уже не так вкусно. Сексом уже не так заниматься, как раньше. Вот. Ходить тяжелее. Спать тяжелее. Уже сон поверхностный становится. С возрастом. Так или нет? Тело стареет. Возможности быть счастливым меньше. Но откуда же эта идея идет откуда-то, что завтра будет лучше, чем вчера? Откуда она идет? Почему так человек думает? Потому что есть другое время. Есть материальное время, которое связано с материей. Любая материя стареет. Вот стакан развалится или нет? Он стеклянный, вроде крепкий. Развалится или нет? Обязательно. Это по мое предсказание стакан. Первый мой наставник по хиромантии, это линии на руках, дал мне первый урок по хиромантии. Я его спросил, расскажи мне о моей судьбе. Посмотрел, говорит, видишь, вот линия жизни. Я говорю, вижу. Все, вот, очень просто. Ты помрешь обязательно. Вот здесь заканчиваешь линию жизни. Я говорю, а когда? Он говорит, это не имеет большого значения. Важен сам факт. То есть это тело тебе придется оставить. Это первый урок по хиромантии. Это стопроцентное предсказание. Моему наставнику в Америке, учителю моего духовного учителя, в Америке задали вопрос. Один скептик, такой скептический иностранный человек, встал, говорит, вот вы, говорит, говорите нам индийское знание, американцам. У нас уровень, у нас, как бы, смертность намного ниже, чем в Индии. Зачем вы нам говорите это знание? Вы хотите, чтобы мы тоже так же умерли, как мухи, как вы? Он говорит, что вы имеете в виду под словом смертность? Он говорит, ну у нас смертность здесь, в Америке, ниже, чем у вас. Он говорит, поэтому я приехал из Индии к вам сюда, в Америку, чтобы вы поняли, что смертность везде стопроцентная. Люди думают, что они вечно будут жить, у них смертность ниже. Он пообъяснил, что это тело временное, временную природу имеет. Итак, смотрите, для того, чтобы получить что-то материальное, допустим, я хочу заработать на квартиру, что мне надо делать? Сначала работать, потом будет квартира. Для того, чтобы получить счастье в отношениях. Что мне надо делать? А? Устроить, вкладывать. Клубное отношение. Нет, вы ошибаетесь. Саним, 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 саним. Нет, нет. Для того, чтобы получить счастье в отношениях, надо просто взять и получить их сразу. И все. Это происходит немедленно. Есть духовная энергия. Она действует сразу. В нее надо просто вложить свои силы. И сразу ответ. Если я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне. Ответ сразу происходит. Это не через пять лет будет. Квартиру надо ждать пять лет, а улыбка сразу приходит назад. Видите, когда человек в духовную энергию вкладывает, он сразу счастлив. Он счастлив становится сразу сейчас. А материальное нам тоже нужно в жизни. Нам надо работать, чтобы квартира была. Но где взять силы? Надо большую часть своей жизни посвятить тому, что дает сразу результат. Видите, пока люди очень сильно настроены на то, что находятся под влиянием материального времени, которое все разрушает, обтягивает. Они страдают очень сильно, потому что счастья-то нет. Человек не может жить без счастья. Знаете почему? Потому что энергия ума, счастье приходит в ум через чувства. У нас есть пять чувств. Эти чувства приносят счастье к нам. Чувство вкуса приносят счастье через рот. Чувство взгляда приносят счастье через глаза. Через души приходят счастье через нос, через осязание. Это все связано с умом. Ум получает энергию счастья для того, чтобы питать ей все органы и системы организма. И также психика. Все питается энергией счастья. Если не получать, человек болеть начинает. Он становится страдающим, несчастным, больным. Потом вообще погибает без счастья. Человек нуждается в энергии счастья постоянно, каждую секунду. Если он перед сном не получил нужную дозу счастья, он даже заснуть не может. Потому что даже для того, чтобы заснуть, нужна нужная доза счастья. Вот вспомните, как вы засыпаете. Вот так, надо что-то хорошее вспомнить. Что-то хорошее надо вспомнить. Иначе не заснешь. Бессонница будет. Когда человек о делах перед сном думает, он не может заснуть. Бессонница. Потому что дела сжирают все счастье. Итак, вы запомнили? Экзамен этот сдали для себя? Счастье съедают дела. Которое нужно для здоровья, для психики, для всего нужно счастье. Чтобы все работало в организме. Дела съедают это счастье. Кто думает целый день о делах, что он получает? Бессонницу, геморрой и другие вещи, очень нужные в человеческой жизни. Что нас могут радовать и так называть? А? Геморрадоват бывает, а я могу радовать. О, радовать. Спасибо вам. Спасибо. Вы очень искренний человек. И вы со мной сейчас разговариваете правильно. Правильно. Потому что мы сейчас с вами вскроем более глубоко эту тему. Не дай Бог. Не дай Бог вам получить ситуацию в жизни, в которой дела вас будут радовать. Не дай Бог. Это самое опасное. Почему? Потому что у человека есть два периода в жизни. Все планеты так стоят, что у них есть максимально хороший период и максимально плохой всегда. Когда человек радует дела, ему все нравится, все хорошо, то этот человек в этот момент, он занимает ту позицию в жизни, что так должно быть всегда. Если сейчас статистику провести и спросить у людей, у кого сейчас нормальная жизнь, все хорошо, люди поднимут руки. И я его спрошу, у этого человека, у вас всегда будет такая жизнь? Он скажет, конечно. Это называется привязываться. Человеку очень легко привязываться к счастью. Когда его радуют дела, и у него все хорошо, он привязывается к этому счастью. А потом, когда, не дай Бог, у него будет нормально, как у всех, не плохо, а нормально, он будет страдать в этот момент. Поэтому веды говорят, человек не должен привязываться ни к счастью материальному, ни к страданиям. Потому что здесь есть люди, у которых все плохо, и они чувствуют, что никогда не будет лучше. Вот у кого жизнь совсем прямо уже в тупике, уже в счастье вообще нет никакого, поднимите. Как вас зовут? Елена, вот у вас плохой период в жизни закончится через два с половиной месяца. А потом начнет все лучше и лучше становиться. И этот плохой период длится уже около семи лет. Все правильно, да? Но вы верите, что потом лучше будет становиться? У нас вы сказали, Агеннадьевич, верю, но не очень, если честно. Так вот, знайте, что сейчас вы страдаете по той причине, что вы не знаете, что это тоже скоро закончится. Я вам сказал срок, посмотрите. Причина ваших страданий, что вы привязались и к плохому. Почему человек привязывается к хорошему и плохому, я сейчас объясню. Это объясняется Ведом. Все очень просто. Смотрите, вот этот мир, в котором мы живем, это засада. Засада. Как она действует, я сейчас объясню. Когда человек просто смотрит на этот мир и выполняет свой долг перед ним, приходит счастье, он ему радуется, но он не доверяет этому всему, что это надолго. Вот муж в нашей жизни навечно, нет? Нет. Вы говорите, меня муж никогда не просит. Это правда, но он может оставить тело. Вы будете рядом с ним, гад такой, ты что оставил тело? Меня не предупредил. Ну, как бы сам не хотел. Может оставить тело просто. Нечаянно причем. У меня есть один знакомый, он живет в монастыре. И он такой счастливый, хотя у него тяжелая болезнь очень. Я ему говорю, давайте приезжайте к нам полечиться через три месяца. Он такой посмотрел на меня и очень разумно, так спокойно мне дал знание своего вот этого счастливого состояния в жизни. Почему он так счастлив? Он передал мне это знание. Очень спокойно. Меня поучило немножко. Очень нежно. Он мне сказал, я не знаю, приеду или нет. Я так удивился, говорю, ну вам же лучше стало. Почему вы как бы сомневаетесь? Он говорит, я ни в чем не сомневаюсь, просто я не знаю, приеду или нет через три месяца. Я говорю, а почему вы не знаете, если вы не сомневаетесь в лечении? Он говорит, ну я не планирую так надолго, на три месяца. Я говорю, а почему? Он говорит, ну знаешь, я могу раньше тело оставить. Я говорю, что так сильно больны? Он тогда посмотрел на меня внимательно и сказал мне очень по-доброму. И ты тоже можешь раньше тело оставить. Просто говорит, ты об этом не думаешь. Я говорю, а почему я об этом не думаю? Он говорит, ну потому что еще не пришло время тебе так думать. Что, я такой слишком здоровый? Он говорит, нет, по другой причине. Когда человек не рассчитывает сильно на то, что здесь происходит в этом мире, а человек не может совсем ни на что не рассчитывать в своей жизни, ему придется на что-то рассчитывать, тогда он все свои силы вкладывает туда, где находится все возрастающее счастье. Потому что этот мир предназначен только для учебы. Он будет нас учить. К квартире привязался, там будет страдание. К жене привязался, там будет страдание. К здоровью привязался, там будет геморрой. Привязался к пище, значит пища будет тебя мучить. Привязался к Омску, Омск тебя замучит. Если человек просто любит все, что здесь происходит, это хорошо. Но если он хочет использовать это все и наслаждаться этим, у меня будут только хорошие периоды в моей жизни. Тогда все плохо. Тогда будешь страдать. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез. Почему горьких слез? Потому что учись спокойно относиться к этому миру. Это не значит, что ты не будешь в нем испытывать счастье. Вот допустим, сегодня вы меня слушаете с любовью. Это не значит, что у меня будет возможность завтра читать эти лекции. Это не значит вовсе. Это не значит, что я вечно их смогу читать. Завтра могут мне запретить их читать. Я уже не смогу. Такое может быть. Поэтому я должен просто благодарен быть в судьбе за то, что происходит. Но ни на что не рассчитывать. Это и есть счастливая жизнь. А вот любить вас я могу вечно. С этим нет проблем. Мне никто не запретит любить людей. Никто не запретит в этом мире. Ни правительство, ни начальство. Там никто. Понимаете? С этим нет проблем. И так есть сфера, в которой все возрастающее счастье. Это сфера, в которой человек сразу достигает того, чего он хочет достичь. Запомните это. Сразу. Надо только включиться в эту сферу. Проблема в том заключается, что мы постоянно включены в другую сферу в своей жизни. Мы не включены в ту, где находится все возрастающее счастье. Для этого нужно отвлечься от всего. Сесть напротив святого человека, который всегда включен в сферу все возрастающего в счастье. И начать с ним отношения. Хоть мы и не знаем, что это возможно. Пробовать. Надо начать вот эти отношения. Я хочу служить тебе. Я хочу твою жизнь понять. Начинаем читать его о его жизни. Так, он жил вот так-то, так-то, так-то. Очень интересно. Вы включаетесь в этот момент в сферу все возрастающего счастья. И чем больше вы в этой сфере будете находиться, тем больше у вас будет сил делать все ваши дела. Первое, что у человека есть в его возможностях делать дела, это ощущение, может он это сделать или нет. Люди в основном действуют слепо. Они не думают о том, могут они объем этот потянуть или нет. Человек берет ипотеку, он не знает, он сможет ее отдать или нет, но он верит, что отдаст. Это безумие. Но когда человек молится святому человеку, у него в сердце появляется вот это чувство. Он смотрит на этот мир не слепо, он не ищет от него счастья, он его оценивает. Мы должны оценивать этот мир. Когда ты замуж выходишь, оцени человека. Не слепо верь в него. Я Васеньке верю, он очень хороший. Будешь страдать, значит. Оцени этого человека, кто он такой, как он живет, готова ли ты принять такую жизнь. Оцени. Это не значит, что ты не должна Васеньку любить. Любовь как раз тебя и спасет. Потому что полностью оценить ты его все равно не сможешь, он все равно тебя будет мучить. По-любому. Любой Васенька будет мучить обязательно. Любая Машенька тоже будет мучить обязательно. Вопрос, насколько я смогу это перенести. Поэтому люди, когда под венец шли, они плакали. Были серьезными. Сейчас все радуются. И клятву дают. Согласна ли ты выйти замуж за него? Конечно! Хорошо, запишем. А потом началось. Ах, мамочка, она, Санночка, каталась с ней везде. Позвращалась с колюшкой на свою иголушку. Ах, мамочка, зачем? И так человек не должен привязываться к тому, что здесь происходит. Не надо привязываться. Замуж надо. Но не надо думать, что это будет прям вот совсем вот. Этот мир создан для экзамена. Здесь нет абсолютного счастья. Как некоторые женщины думают, что есть бесконечная любовь здесь, бесконечная счастья. Если я найду такого человека. Это неправильно. Здесь нет такого. Он создан для экзамена. Но счастье в семейной жизни невозможно, если к нему не привязываться. Если ты просто выполняешь свой долг перед женой, наступит момент, и она принесет тебе счастье. Неожиданно. Друг, как в сказке скрипит от веки, темный ясно встал в тебе. Долго-долго спорил с тобой. Ради этой встречи с тобой. Долго-долго плыл за моря. Знаю, это было не зря. Это неожиданно приходит в нашу жизнь. Это факт. Я с вами хочу согласиться в этом вопросе. Где женщина? Соглашусь, да. Но не думайте, что это будет всегда. Не надо к этому привязываться. Приходит время, люди страдают. Неизбежно в этом мире.